Кристальный привет, друзья! С вами Кристалл и разные игры. И сегодня, ребята, у нас поиграем весьма неплохую игрушку по названию Forge of Empires. Это, ребята, игрушка у нас про создание и развитие своей цивилизации. Здесь мы, ребята, начинаем с каменного века и продвигаемся с каждым разом всё дальше. В бронзовый, в каменный век, в средневековье, потом уже в наше время перейдём, а потом уже в будущее. Будем продвигаться, но сначала нужно как минимум открыть интернет, а потом уже открыть ютубчик, возможно, и тогда уже можно в само в будущее переходить. Но пока что мы будем с камнями и палками с вами потихонечку продвигаться дальше. И эволюционировать монетное дело. И, ребята, если игрушка вам понравится и захочется увидеть, как я прохожу через 7 века, насколько я прокачиваю всю нашу деревню, то можете поддержать лайками и обязательно поиграю в неё ещё и пройду до самого крутого развития. Если вам это будет интересно. Ну и, ребята, если игрушка вам также самим будет интересна, можете в неё в любой момент поиграть. Ссылка находится в описании на Android, на iOS, на PC, также в любом месте, в любое время можете играть. А мы тем временем давайте будем создавать свой город и развивать его дальше. Начнём с того, что зайдём в исследование и посмотрим, что же нам требуется дальше. Сейчас, ребята, у меня есть 3 очка исследования, и мы можем через них двигаться по вот этой вот ветке. И как только мы её прокачиваем полностью, мы переходим с вами в следующий век. Например, сейчас я в Бронзовом нахожусь, потом мы будем в Железном веке, потом будем в раннем Средневековье и так далее, и так далее, и так далее. Если вообще пройти до самого конца, то знаете, какое здесь будет развитие? А сейчас я вам, ребята, покажу. У нас, получается, будет океаническое будущее, а потом самое последнее, это уже виртуальное будущее. Я даже боюсь представить, что здесь будет такое, но, как я вижу, здесь кибернетически дополненная ниндзюцу какая-то. Поэтому я боюсь представить, что же всё же будет, но я очень хочу до туда дойти, но пока что у нас всё вот такое вот убогенькое. Но ничего, мы с вами сейчас будем развиваться, и всё будет у нас круто. Но начнём мы с малого, создадим парочку домов, чтобы у нас денежки прибавлялись, так как денежки нужны для того, чтобы мы получали с вами очки исследований. Поэтому давайте что-нибудь такое интересное построим. У меня здесь есть разные постройки, но они пока что достаточно простые и не особо интересные. Но у меня есть гончарня, который, например, не построил, поэтому надо бы её обязательно построить. Где-нибудь вот здесь её впихаем, и также построим, что интересно с вами, что же нужно следующим построить, что у меня ещё не построено. Нужно также следить за тем, чтобы у нас было настроение хорошее у наших жителей, и жителей становилось как можно больше с каждым разом. Но это уже в процессе. Пока что давайте-ка потратим вот это, у нас тратятся денежки и очки строительства. Они также, мы можем их заработать через, например, гильдию охотников, которая у нас здесь есть. Мы её можем построить, и у нас прибавляется потихонечку за счёт этого очки. Ну и давайте не забудем про обычных жителей, и здесь где-нибудь ещё один домик построим. Хотя лучше бы построить свайное же вещи, оно покруче, оно уже из нового века, поэтому мы их с вами и построим. Сейчас здесь разместим, и вот у нас уже гончарня построил. Здесь можно запустить производство, например, на определённое время. В зависимости от того, насколько я запущу, столько мы с вами очков и получим. Ну давайте я поставлю на 15 минут, хотя бы какие-то ресурсы получу. Также здесь у нас уже идёт процесс, скоро закончится, и здесь можно будет сделать новых копейщиков. Копейщики нам нужны, понятное дело, для того, чтобы идти в бой и зарабатывать себе новые земли. И давайте-ка сразу отправимся в новую землю, и как раз-таки её и захватим с вами. Так, где у нас земля находится, которая должна захватить? Ага, так, ага, вот она. Так, отправляемся сюда, и захватываем. Так, а районе 60 здесь этих у нас будет. Так, можно устроить диверсию, можно устроить атаку. Но я думаю, мы просто атакуем, я думаю, этого должно хватить. Хотя фиг его знает. Так, ну давайте атаку сами проведём. Здесь есть автобой для ленивых, а есть конкретно сам по себе бой. Так, я даже не знаю, стоит ли мне подождать. Давайте подождём, когда они все поближе подойдут. Ага, всё же они на меня напали. Так, держи, тогда завалили конюшню эту конного воина. А дальше мы уже сами нападать можем спокойно. Так что давайте-ка зарубим этого чувака. Как кто-то вообще такой? Короче, какой-то простой чувачок. Полный невежа это оказывается у нас. Ну окей, допустим. Мы их легко завалим. У меня копейщики гораздо мощнее, чем эти ребята. Хоть и конечно у них была конница. Но конница она конечно мощная. Но недостаточно, чтобы нас победить. И мы с вами уничтожили ещё одних ребят. И победа заработана. Шикарно. Так, и что у нас? Открылась ещё одна территория. Остаётся захватить самую последнюю. Тогда мы заберём себе всю землю под контроль. И это что-то нам определённое даст. Я ещё не захватывал. Поэтому интересно посмотреть, что же это по итогу будет. Ну а сначала зайдём в нашу деревню. Заберём всякие исследования. Запустим новые. Так, давайте это тоже на побольше поставим. И у меня готов новый копейщик. Надо бы ещё одного себе заказать. Давайте ещё одного закажем. Просто двумя копейщиками сражаться не так интересно. Кстати, у меня по сюжету что-то выполнено. О, казармы 200 очков мне дали. Ещё обучить копейщика. Эй, я же выполнил это задание. Почему оно не считается? Ну ладно, допустим. Так, отправляемся к этим ребятам. И сейчас их снова завалим. Только у меня армия стала побольше. Поэтому мне будет гораздо проще в этот раз, насколько я знаю. Так, ну вот так вот сделаем один раненый. Но я думаю, что он и так неплохо справится. Поэтому давайте-ка отправимся в атаку. Так, и потихонечку у нас нападает конь вот этот вот. Так, докуда он вообще идёт? Надо от него подальше отойти. Вот здесь куда-нибудь встану. И ждём, когда он сам сюда подойдёт. Потому что иначе, ну не очень-то круто получается. Для нас вот эта вот тема. Лучше пусть он сам подбегает. Тогда мы на него нападём. Тогда мы сможем больше надамажить. Как я думаю. Так, да. Так, с отличника. И вот сюда. Нападаем на этого чувака. И он готов. И можно по идее ждать, когда подойдут нам остальные ребята. Давайте подходите ко мне. Всех закидаю, запинаю. Интересно, как вообще будут выглядеть бои, когда мы с вами дойдём прямо до будущего? Дико это любопытно. Но не знаю, когда у меня это выйдет. Это вот так же затыкаем, да? Так, готов. Ну, они практически все уже уничтожены. Даже ещё один воин мне, в принципе, был и не нужен. Но ладно. Глядишь, может быть, следующий бой сразу у нас какой-то пройдёт. Может быть, это даже будет лучше. Так, всё с этим разобрались. И у меня забранная, по идее, вся локация. И что-то нам не должны дать. Мои поздравления! Так, захватили новое сырьё дерево. Ух ты, у нас теперь дерево есть. Шикарно. Значит, новый ресурс какой-то будем с вами получать, как я понимаю. И можно исследовать новую локацию. Так, в какую сторону двигаться? Давайте вот эту, которая подешевле, пойдём туда. Через 7 минут она будет исследована. Ну, ладно. Этим временем пока что займёмся заданиями. У меня выполнено задание. Отличненько. Получаем 200 монет. И следующий квест у меня какой? Иметь распоряжение 2 памятника. И жителей города привести в восторг. Ух, это будет, наверное, непросто. Ну, давайте построим ещё какой-нибудь памятник. Порадуем ребят. Так, памятник цветы. Это хорошая тема или нет? Я даже не знаю так. Или именно памятник вот такой вот им нужен? Ну, давайте ещё один памятник вот такой построю. Всё, интересно, его надо к дороге подключать? Это вообще, типа, важно или нет? Ну, ладно, давайте здесь размещу. Пусть он строится пока что. И у нас вот такая вот маленькая деревушка. Нам нужно бы провести уже новые дороги. А то что-то как-то выглядит у меня это не очень. Так, давайте-ка тропиночку какую-нибудь ещё проделаем. Я, конечно, не гуру строительства городов. Но что-нибудь постараемся сделать неплохое. Так, а можно мне как-то это зажать? А то как-то строить по одной штучке не очень удобно на самом деле. Возможно, я чё-то просто не знаю. Ну, ладно, давайте дострою пока что это добро. Ну, получается вот так. Как-то я дороги провёл. Надо бы здесь построить сейчас домики. Я подумал, что можно, по идее, построить более крутое здание. Но вот не знаю, лучше у меня в обосике заработать или ресурсы. Наверное, всё же пока что в обосике. У меня есть просто длинные дома. Они требуют даймонда для постройки. И, в принципе, можем себе их позволить. Эти дома оказываются реально здоровые. То есть, их нормально здесь я не могу впихнуть. Поэтому нужно будет переделать немножко город. Поэтому сейчас я этим, думаю, и займусь. Ну, примерно вот так вот я перестроил город. Вроде как выглядит получше. Плюс здесь более-менее теперь понятно, что в этой части у меня производственная. А здесь примерно будут находиться только жилые дома в этой области. Ну, там будет расширяться потом территория. Но уже, в принципе, и так неплохо. Поэтому давайте что-нибудь построим. Сюда длинный дом, ещё один зафигачим. Думаю, что построю ещё один длинный дом. Возможно, это растратно. Но я хочу, чтобы у меня было побольше и побыстрее привалялись денежки. Так, и обычные просто домики сейчас здесь запихаем. Вот так вот поставим. И вроде как всё даже и неплохо у нас пойдёт. Так, нужно бы построить ещё одну, наверное, гончарню. Поэтому эти длинные вот здесь возведём. И также можно, в принципе, хижину охотника было разместить. Но тут уже места мне не особо хватает. Хотя, по идее, можно придумать куда-то впихнуть. Ну, ладно, пока что пусть у нас вот это производится. Эти домики простые надо будет заменить. Но самое главное, что нужно сделать уже какое-нибудь новое исследование. И двигаться уже куда-то дальше нам как-никак. Так, у нас есть строительство. Если я его использую, что интересно у нас новое откроется? Дико любопытно, на самом деле. Но пока что у нас нет. Колесо или же строительство? Ну, давайте колесо откроем. Колесо вроде как звучит интереснее. Поэтому давайте-ка его с вами добудем. И можем мгновенно за 50 поинтов поднять. Давайте поднимем. Окей, и у нас появилось колесо. Теперь вам доступно расширение. Ага, только расширение это даёт. Я думал, что это откроется прям что-то реально любопытное. Такс. Ну, допустим. Ладно, пускай так. А это я могу? Нет, не могу. К сожалению, пока что не хватает у меня ничем. Ну, ладно, будем двигаться. Всё равно расширение. Интересная тема. Так, давайте-ка посмотрим, сколько стоит вообще расширение. Дико любопытно. Это у нас 200. И за сотку можно расширение. Ну, как-нибудь попозже это сделаем. Так, давайте-ка пойдём пока посмотрим, что у нас там разведывалось по территории. Интересно мне, что здесь можно с вами получить. И здесь, видимо, если я захвачу, то у нас будет расширение территории. Опять же, блин, круто. Поэтому давайте-ка захватывать эту тему также будем с вами. Так, начнём, наверное, здесь. У меня армия вроде как неплохая. Поэтому можно в атаку пойти. И давайте-ка сразу, наверное, автобоем попробуем пройти. Посмотрим, как у нас автобой работает. Я потерял трёх солдат, но один у меня остался. Поэтому мы, по идее, даже справились. Это круто. Хорошо, ещё одна территория у нас есть. И что я вообще с этого получаю? Вроде как денежки я получаю, да, за каждый захват. Так, ну надо ждать, когда у меня теперь люди более-менее выживут. Плюс нужно новых обучить. И плюс нужно новых открыть, как я понимаю. Так, давайте-ка откроем казармы. Расширим их также. А, этот чувачок сам себя вылечит. А новые будут скоро у нас готовые. Так, а по сюжету у меня что вообще там нужно будет сделать? Так, приведите жителей города в восторг. Ну, они у меня дико печальны. Почему? Интересно. Хочется мне посмотреть. Покажите мне, почему они печальны. Произведительность труда необходима для восторга 290. И счастье сейчас. Ух ты, нужно кучу памятников построить новых. Поэтому, ну давайте их обрадуем памятниками, где они у меня находятся. Так, цветочки вам подъедут. Ух ты, цветочки-то, оказывается, недорого стоят. Так, ну давайте цветочков поставим. Их приведем жителей города в восторг. Как-никак, они уж прямо этого сильно хотят, судя по всему. Поэтому сейчас этими заморочимся. Так, прямо такое строительство жесткое идет. Обычных цветочков выглядит довольно забавно на самом деле. Так, памятник обелиск. Сколько стоит обелиск, интересно? Так, обелиск. Ох, дорогой. Не, пока что не будем. Давайте вот этот мингир поставим из каменного века. Хотя он вроде как из каменного века, а не из бронзового. Так, а из бронзового века-то что у нас есть? Нет еще ничего. Все самое простое у нас пока что. Так, ну и памятники больше всего радуют наших ребят. Поэтому давайте-ка построим побольше памятников. Чтобы у них счастье было просто завались. Прямо и у меня деньги заканчиваются. Точнее деньги и ресурсы у меня уже заканчиваются. Надо будет с этим делом разобраться. Так, жители города у нас рады. Но я не знаю, восторг это или нет. Но вроде как достаточно большой пункт счастья у нас уже доступен. Но опять же этого не хватает, чтобы они были прямо супер-мега счастливы. Что это такое, ребята? Давайте радуйтесь, а то я не могу двигаться дальше из-за этого. Так, ну ладно. В общем ждем, пока у нас прибудут новые ресурсы, судя по всему. А, видимо нужно было просто подождать. И теперь они у меня в восторге. Отлично, 250 монет. Мне как раз очень нужно. Ух ты, еще и 300 ресурсов. Так, и еще. Закончарню. Ядрить-то хватит, насколько я наперед пошел. Ууу, сейчас баблишко-то прибавится. Так, ага. Купить очко исследования надо будет нам. Так, ну давайте прикупим. Оно 200 монет стоит. Забираем его себе. А, плюс один поинт. Это хорошо. Значит развиваться можно еще дальше. Плюс мне еще баблишко. Сейчас еще дадут. Ядрить-то. Так, и исследовать строительство. Допустим, давайте у меня есть денежка, чтобы его исследовать. Поэтому, по идее, я могу сейчас себе позволить. Тем, что я могу купить еще пару очков исследования. Нисколько надо, блин, продать. А, ну еще и дороже с каждым разом становится, блин. Это, конечно, затратно, затратно. Ну давайте потратимся. Возьмем себе очки эти и 400 монет еще надо. Немного не хватает мне. Так, ну это решимое дело. Сейчас мы разберемся и с этим процессом. И разобьемся в строительство так же. И пойдем сначала с вами повоюем. У меня вроде как выздоровел чувак. Ну почти, а, нет, все, выздоровел. Значит, можно пойти драться. Так, еще можно обучить одного. Так, давайте еще одного обучим. Мне все же надо армию побольше. Так как, вроде как, здесь достаточно сложно стало сражаться. Нужно бы озаботиться темой того, чтобы мои солдаты были прямо мега убойные. И достаточно неплохо справлялись. Так, можно, кстати, еще одного солдата открыть. Поэтому давайте-ка его тоже откроем. И подождем, пока что они у нас создадутся. Ну все, армия у меня готова. Давайте отправимся на следующий бой. Посмотрим. Так, какую бы точку забрать. Так, мне интересуют денежки. Поэтому давайте-ка отправимся сюда и заработаем денежки. Так, отправляемся к четырех солдат. Отправляемся на автобой. Посмотрим, как пройдет он. И прошел он, ну, с меньшими потерями, чем в прошлый раз. Но опять же, потерял пару ребят. Но главное, что отнял еще одну себе территорию. И осталось последнюю точку забрать. И тогда мы с вами заберем полностью под контроль землю. И у нас появятся какие-то еще новые штуки. Вроде как расширение нашей земли. Правда, мне пока еще расширяться некуда. Но в скором времени наверняка потребуется. Так, и нужно будет создавать уже новых солдат. Так, как-никак, этих все же победили у нас. И нужно дождаться, когда они все же вылечатся у меня. Так, и... Ну что, ждем тогда, когда они вылечатся. И сейчас захватим территорию полностью. Ну и, ребята, исследовали мы новую территорию. Здесь появляется вот такая вот странная башня. И написано, что... Если мы ее захватим, то сможем участвовать в турнирах этой эпохи. Хрен его знает, что это такое. Ну, а, это ПВП получается. Чтоб с другими игроками сражаться. Только что увидел небольшую сноску. Забавно. Так, и здесь дают посадку за захват. Хм, получится у меня или нет? Не знаю. Ну, давайте попробуем. У меня вроде как армия готова. Отправляем их в автобой. Ииии... Они меня выиграли. Меня разгромили. И мне не хватает, оказывается, этих воинов, чтобы я смог все же как-то здесь побеждать. Надо будет делать еще более мощных ребят. Значит, нужно будет создавать еще одну казарму, скорее всего. Потому что, как я понимаю, что в новых казармах я могу создавать большее количество солдат. Либо же нужно будет открыть каких-то новых юнитов. А, ну, для этого потребуется стратегический поинт, чтобы мы с вами открыли, получается, строительство. Я, кстати, заметил такую штуку, что здесь есть вот такая вот тема. Таверна «Друзья». И если я смогу исследовать строительство, то смогу ее построить. Любопытно, что это такое. Возможно, меня можно будет добавлять друзья. Или я смогу добавлять друзей. Или здесь что-то будет любопытное. Что, кстати, забавляет в этой игрушке. Здесь, по идее, надо как бы ждать какое-то определенное время. Но из-за того, что игрушка кросспалформерная. То есть, я могу и на телефоне, и на компьютере играть в любом месте. Прогресс везде один. То, по сути, я могу здесь запустить. Там, через, там, 5 часов где-то я уже буду в другом месте. С телефона такой зайду. И там уже продолжить играть. И потом вернуться обратно к компу. И такой, воу, у меня уже здесь вот так вот, вот так вот все готово. Это дико радует, на самом деле. Прикольная тема. Ну, давайте дождем оставшиеся 3 минуты, получается, у меня здесь. И я куплю себе строительство, получается. Открою его и следую. Ииии, вот и пришел мне стратегический поинт. Шикарно, плюс 1. И давайте-ка сделаем, наконец-то, это исследование. И, ребята, вспомнили тут про такую штуку, что если вы напишите хэштег эволюция, то вы получите от меня сердечко в комментариях. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Так, и используем последний пункт. И теперь мы можем построить кромлях. И таверна друзья. Новая функция. Окей, допустим. А, и что это такое? Так, встречайте своих друзей. Ускорьте прогресс. Измените свою таверну. Играть сейчас. Ну, допустим, что это такое? Давайте глянем. Так, а, надо друзей добавить. Ну, друзей у меня нет, поэтому пока что никого добавить не могу. Но, в общем-то, здесь можно вроде как во что-то поиграть. Ну, допустим, пускай она будет выглядеть забавно, как минимум. Так, и мы с вами еще чуть-чуть продвинулись к следующему веку, получается. Кстати, ребята, у меня получилось город построить такой вот где-то за минут 30 примерно, за 30-40. И напишите в комментариях, сколько вы успеете построить этот город. Интересно посмотреть, как у вас это выйдет. Будет это кичельнж, скажем так. Так, и, в общем-то, захватить нужно будет у нас город. Я все это захватил. Так, и обучить копейщика. Снова что ли? Да я уже обучал копейщика. Ну, ладно, еще одного обучения не проблема, скажем так. И что-то новенькое у меня появилось по постройкам. Давайте глянем. Это у нас Кромлях. Надо 780 монет. И это у нас... Что это вообще? Это какое-то государственное здание, что ли? Оно дает у нас вроде как очки счастья, как я смотрю. Угу, интересно. Но 780 монет у нас надо. У меня пока что столько нет. Еще не хватает пока что. Но копейщика я обущил. И мне должны будут дать 300 монет. Как я понимаю, я смогу купить тогда себе этот... О, камнемед мне дали. Офигеть. Так, приведите жителей в восторг и произвести один трофей в хижине охотника. Но я поставил хижину охотника на целые сутки. Поэтому мне это еще долго до этого идти. Так, и давайте Кромлях построим. Это вот такая вот интересная штука. Допустим, производим ее. Завершить сейчас. Не, она 10 минут будет строиться. И 3. Че, она такая долгая? Ну, это, видимо, как а-ля чудо света я такая. А, и у меня появляются, походу, новые солдаты. Ага, у нас камнемед свободный. Еще копейщик. И также бы купить еще остальных ребят. Но это уже надо будет, опять же, подождать. Ну, давайте-ка посмотрим. Нашел достаточно забавный способ заработать денег себе. Такой, смотрю, кнопочка помочь здесь есть. Такой, ну-ка, жмак, ну-ка я на нее. А здесь можно по двадцатке за каждого игрока получать. Плюс есть шанс получить какие-то редкие вещи. Я тут получил в инвентарь чертеж какой-то. Не знаю, где-то у меня. Да, вот он чертеж. Я смогу его собрать весь. То есть, могу построить себе Александрийский маяк. Но это будет только в Железном веке. Но, в целом, забавно все равно, что можно просто кому-то вот так вот кликать, помогать. Открывать себе какие-то новые штуки. Плюс еще бабличка зарабатывать. Просто простым кликом. Поэтому сейчас себе заработаю приличную сумму. Ну, в общем-то, таким достаточно простым способом заработал целых полтора козра, считайте. И, значит, можно теперь создать себе воинов. И отправиться все же в этот замес. Сейчас посмотреть новую штуку, которую мне дали боевую. И захватить себе, наконец-таки, еще одну территорию. Ну, и нужно затестить, как вообще себя теперь будет ввести нашего эската. Как у меня появилась новая тема. Это катапульта. Мне дико интересно, как в итоге, насколько мы сильно отыграем здесь, скажем так. Сколько мы солдат потеряем. Поэтому давайте автобой запустим. И я не потерял нашу катапульту. Потерял только трех воинов. И всех врагов мы снесли. Значит, плюс соточку я заработал. И, скорее всего, эта катапульта прям фигачит адово. Надо будет, наверное, самому попробовать с ней подраться. А не автобой использовать. Посмотреть, как вообще это выглядит. Ух ты, бабосики пришли. Бабосики, это круто. Кстати, здесь расширил территорию. Все же за 300. За 100 и за 300 монет добавил себе две клетки. И поставил себе хижину. Чтобы в итоге выполнить задание. По сюжету хочется, как-никак, получить себе халявных ресурсов. Это круто. Так, надеюсь, что вот эта штука еще... А, 24 часа нужно будет ждать, чтобы она побыстрее перезарядилась. Ну, блин, это долго. Но, в любом случае, халявные денежки мне приходят за счет этого. Так, и это очень даже здорово. Такс, ну что, ребята. Построился у меня, наконец-таки, кромлях. Теперь у меня еще так же закончилась хижина охотника исследования. Готовы. Ииии... Да, сюжет мы с вами выполнили. Ебой. Так, а следующее задание. Ух ты, два квеста. Бутыли один раз произвести. И исследовать любую технологию. Ну, это, на самом деле, достаточно просто. Зато теперь два квеста. Это попроще облегчает мне жизнь. В общем, ребята, если игрушка вам понравилась, хочется по ней еще роликов. Мне кажется, что это довольно любопытная тема. Я еще только начал. Но мы будем с вами еще и еще и еще развиваться. Можете лайком поддержать. И мы с вами откроем все остальные цивилизации. Также будем продвигаться дальше. Думаю, здесь довольно много всего интересного для нас будет. Так, ну что у нас. Давайте запустим снова вот эту тему. Здесь у меня останется еще две минуты где-то на крафт. И вот такой вот у меня, ребята, городок получился. Если игрушка вам, ребята, интересно будет, можете в нее также поиграть. Она играется вообще где угодно. То есть вы будете в туалете сидеть, играть с телефона там. За компом сидеть. То тоже можете как бы прогресс-то один. И хоть там на работе, на учебе, в автобусе и того подобное. В общем-то, если игрушка вам зайдет, можете также в нее поиграть. Ссылка находится в описании. С вами был, как обычно, Кристалл. Лайки, подписки, колокольчики не забываем. На этом все. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!